Мы ведем свой репортаж из Мегамолла Санта-Маргарита, где эксперт в области постмодернизма все-таки нам расскажет о том, как правильно бороться с постмодернизмом. Эдуард Стронатко, скажите нам, пожалуйста, как все-таки нам победить это зло, называемое постмодернизмом? Мне кажется, зло уже умирает. И название такое, это одно из самых неудачных названий, которое можно придумать вообще, как назвал искусство. Потому что если название нуждается в расшифровке, то это уже не название. Название должно быть простое, это уже вперед, назад, воля, мне нравится, ну и так далее. А постмодернизм сразу вступает в такой языковый, мыслительный процесс, и человек начинает думать, а почему пост, а почему модернизм. То есть само слово, оно уже людям морочит мозги. Да, оно таит в себе как бы много планов и как бы такую творческую недосказанность. И отсюда как вот название нехорошо, и все пошло нехорошо. Кроме того, что мало того, что слово плохое, так еще и процесс пошел наперекосяк. Все они люди наперекосяк, все они начинают что-то с чем-то смешивать, что-то перемешивать, и потом смотреть, как дети, что получится. А ничего уж не получится, получилось плохо, получилось некрасиво. Если все цвета смешать, получается серый. То есть никаких тезисов в защиту постмодернизма сегодня не будет. А как же вот юмористический подтекст, есть в этом что-то полезное для людей? Ну как бы в постмодернизме много полезного, потому что если перед ним как бы было предыдущее искусство, считалось, что если красиво, то это хорошо, да? А постмодернизм считает, что если смешно, Наташа, это интересно. Если смешно, это хорошо. А как бы я на самом деле считаю, что и некрасиво нехорошо, и смешно нехорошо. Мне кажется, что должно быть искусство как бы быть предметом искусства, куском искусства, куском жизни. Оно должно работать, там должно быть движение. Чем хорош постмодернизм, то он открыл новый как бы горизонт искусства. И как бы там есть движение, там есть смех, как бы нет вот этой серьезности. Вот это хорошо. То есть он как бы был нужен, а сейчас вот как бы от него отходят. И мне кажется, что это не очень интересно. А вот зато все музеи, все галереи заполнены постмодернизмом, и девать его совершенно некуда. И такое впечатление, что те музеи, которые купили западные, все это постмодернистское искусство, как бы даже как бы жалко на свалку выкинуть. А скажите, а вот то, что постмодернизм якобы вступает в игру с реальностью, это может быть чем-то полезным? Или это нужно заклеймить каким-то... Ну, конечно, это может быть полезным в плане того, что как бы человек, он как бы не слишком, так сказать, велик. Даже не Богу, он не может относиться серьезно к реальности. Он как бы вот... Когда многое легче переживать, допустим, войну, голод, или там какие-то неприятности, смеясь, это совсем неплохо, я считаю. Такого рода игра с реальностью, она имеет место. Это как бы, ну, скажем так, вопрос, когда появился постмодернизм, от чего нужно было отвлечь, как бы, ну, условно говоря, народы, да? Вот когда американцы, опять мне же рассказывали, американцы, как бы колеса дешана не существовало, допустим, лошадки, да-да. Это когда американская оккупационная армия появилась в Европе, они увидели страшно сумасшедшее, тяжелое и такое, как бы, серьезное искусство в Европе. Они увидели эти совершенно тяжелые немецкие города, где люди ходили, скажем, в тройках, ходили в габардиных пальто летом, да? Они когда это увидели, а это люди, люди, у них уже была другая цивилизация, эти люди были в шортах, условно говоря. У них были полковники, генералы в шортах. Ну, в Сицилии они высадились в шортах. Они были... А вся Италия была в черном, они были крестьяне, да? Они летом носили шляпы, были в черных костюмах, в тройках, белых рубашках, с бельем. Вот. И когда они это все увидели, они поняли, что нужно что-то менять. И тут же, как удачно, они восстановили лошадку Дада, допустим, колесо Дюшана, там, Манре. Они стали делать, продуцировать вот это искусство, которое было, там, условно, где-то в десятых, там, в пятых, там, в двадцатых годах. И потом оно было получено, умерло, потому что, как бы, Европа была, в общем-то, тяжела. Даже, когда мы видим, как бы, реально... То есть, джаз, шорты, девушки, улыбки. Да, доллары, улыбки, как бы. Потому что мы когда видим, скажем, даже модернистов, когда мы видим, скажем, десятые годы, пятые, начало прошлого века, в реальности фотографии, это очень серьезные люди, в очень тяжелых костюмах. Габардиновых пальто. Габардиновых пальто. О, они состоятельные, они очень, даже в некотором смысле, богатые. То есть, они одеваются, как буржуазия. Собственно говоря, и дети, в то время такое было, и дети одевали. Они детей одевали, как взрослых. Не было детской одежды вообще. Вот, как, где-то, приблизительно, в районе четырнадцатого года появилась, как бы, детская мода на одежду. Детей стали одевать, как детей. А даже детей одевали, как взрослых. Появились детские книжки, появились детские игрушки. Детских игрушек не было вообще. Не существовало. Мы сейчас, в это трудно поверить, но дети жили совершенно взрослую жизнь. А когда мы сейчас видим мультфильмы, целый мир детей, магазины детский мир, мир игрушек, фильмы для детей, книги для детей, то нам это сложно поверить. Потому что, ну, тем не менее, мы недавно собрались втроем, и одному было 70 лет, но мне тоже, я сказал, что вот мы дети, потому что, вот, это обратная сторона, как бы, вот, мы такими умрем детьми. Это обратная сторона этого, мы продукты постмодернизма, мы остаемся детьми всю жизнь. Ну, хорошо, тогда какие все-таки перспективы постмодернизма на постсуществование своего? То есть, он уже умер и является каким-то локальным движением в искусстве? Или он каким-то перетрансформировался, поменял название и продолжает жить? Ну, конечно, он продолжает жить, потому что жизнь, она все переваривает. Она как переваривает. Вот, представьте себе, кубик Рубика, допустим, красный, это постмодернизм, синий, там, или зеленый, романтизм, там, кусковый, какой-то еще, там, символизм. А современное искусство, оно просто берет этот кубик Рубика каждый раз по-разному, каждая грань новая появляется, и каждый раз они высвечиваются. Но, вместе с тем, я противник игры с искусством. Я считаю, что жизнь, она как бы, то есть, я всегда отличаю, собственно, человек, как бы, живет настоящей жизнью, или я живу настоящей, или настоящий предмет искусства, или нет. Все, я достаточно широк, я могу и классическое искусство оценить, как мне кажется, и постмодернистское, и какое любое другое. Ну, мне кажется, в искусстве сейчас определенный тупик, потому что, как бы, кураторы, как бы, особенно мы в плохой ситуации, наша страна, она, как бы, во многом повторяет западное кураторство, скажем, и мы, а то, что там уже отыграло, сейчас у нас, сейчас цветет пышным цветом, и, а на самом деле, это уже не нужно. Все, все, что выставляется в галерее Пенчука, это, конечно, суперактуальные художники, но они уже, как бы, мне кажется, что они уже где-то отыграли. И теперь это нам предлагается, как страны третьего мира, там, секонд-хенд, вот. Ну, это не секонд-хенд, но, с другой стороны, мы его не понимаем, потому что у нас условия жизни совсем другие. Мы зависим от того, будет ли у нас урожай картошки. Ну, с другой стороны, людям же нужно как-то развлекаться, поэтому галереи, они, наверное, должны быть, тут должны ходить какие-то посетители, нравится, мне нравится. Ну, ты беда, что, в результате того, что, как бы, у нас народ сам по себе, галереи сам по себе, то галереи пусты совершенно. Они пусты. А развлекаться порно-сайты, пожалуйста, какие проблемы. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо за ваше прекрасное интервью. Вы нам пролили свет на эти темные закоулки постмодернизма. Спасибо. 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 Спасибо.